МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире место происшествия студии Татьяна Караханова. Смотрите в нашем выпуске. Я уже там... Куртка? Куртка? Лежит. Золотые купола. Любитель боди-арта отправится в тюрьму. Сбили на зебре. Обзор аварий за минувшие сутки. Она сопротивлялась, кричала. Стукнул я один раз слегка. Разбирался через девушку. Кальнинградец водил счета с должником через его подругу. Сгорел сарай и все, что в нем было. Пожар в Полеске. Отсидел и снова в тюрьму. Герою нашего первого материала 7 лет за решеткой показалось мало. Мужчина недавно освободился, но сейчас ему снова светит тюремный срок. Он украл вещи из чужой квартиры. Его тело само говорит о прошлом. Мужчина где только не сидел. Статьи кража, грабеж. Иван больше 7 лет провел в колониях. Недавно освободился, но привычка к криминалу, видимо, осталась. Накануне друг позвал его в гости к знакомым. Я увидел, там куртка лежит. Я куртку взял, в пакет сунул и в кроссовки. И оттуда ушел. Мужчина забрал вещи, скрылся. После хозяин написал заявление, и ванна отыскали. Теперь мужчина снова отправится до места не столь отдаленные. Татьяна Караханова, Алексей Бормисов. Специально для места происшествия. В Черняховске Вольво сбил пешехода. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Подробнее в постоянной рубрике «Обзор аварий за минувшие сутки». За сутки в области на дорогах пострадало 4 человека. В Черняховске на улице железнодорожный. Водитель Вольво сбил женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом берцовой кости. В поселке Дальнее Полесского района нетрезвый водитель за рулем Ауди врезался в дерево. В результате чего получил сотрясение головного мозга, ушибы и раны. На дороге Калининград-Полеск. Посад, выезжая со второстепенной дороги, врезался в Форд Фокус. Ушиб головы получил один из водителей. В Калининграде на улице Чекистов водитель Ваза не уступил дорогу и врезался в Мерседес. Пассажир Ваза получил травмы. Получила ни за что. Персонаж, о котором пойдет речь в нашем следующем сюжете, решил наказать должника через его подругу. Он отыскал девушку, набросился на нее с кулаками, а потом забрал деньги. Даже представительный вид не помешал задержанному вести себя недостойно. Смотрим. Станислав хорошо одет и работа у мужчины приличная. В таком перспектабельном виде он и набросился на молодую Калининградку. По словам мужчины, ее парень украл у его девушки мобильный телефон. Стас решил наказать обидчиком. Я увидел девушку, у которой предположительно, ну я знал точно, что скрывается тот человек, который должен мне денег. Я попросил ее провести к ней домой, чтобы забрать с него то, что он мне должен. Она сказала, что его нет. Я начал тащить ее к ее дому. Она сопротивлялась, кричала. Ну, стукнул я один раз слегка. Потом она сказала, что да, так и есть. Этот человек у меня на квартире. Его деньги сейчас лежат у меня в кармане. Я спросил, что у нее еще есть в кармане. Она сказала, что есть еще телефон. Забирать телефон у напуганной дамы он не стал. Стас потащил ее в квартиру, чтобы найти ее бойфренда. Я ей сказал, что сколько он мне должен, за что он должен. Я ей сказал, что я знаю, что у него сейчас есть деньги. Он скрывается, не берет трубки. В итоге он забрал у девушки 5300 рублей. Востольков наценил похищенный телефон. После потерпевшая обратилась в полицию. Теперь мужчине придется отвечать перед законом. Татьяна Караханова, Алексей Бормисов. Специально для места происшествия. В Полеске сгорел «Опель». Машина стояла в деревянном сарае. Автомобиль восстановлению не подлежит. Причины пожара сейчас устанавливаются. Тревожный звонок на пульт дежурного поступил поздно ночью. В Полеске произошел пожар в деревянном сарае. Огонь успел уничтожить часть хранившихся внутри дров и автомобиль «Опель». Восстановлению машина не подлежит. Кроме того, в этот же день помощь пожарных понадобилась жителям Советска. В одном из жилых домов на улице Невского в комнате коммунальной квартиры неожиданно загорелся компьютер. Огонь повредил мебель в комнате. Никто из людей не пострадал. Причина возгорания сейчас устанавливается. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Если именно вы стали свидетелем какого-либо происшествия, звоните в нашу редакцию по телефону 91-94-04 или пишите на наш электронный адрес канала 1собака.мейл.ру Напоминаю, проект «Место происшествия» выходит ежедневно с понедельника по четверг в 19.20 перед службой новостей «Город» и итоговый выпуск в пятницу в 20.00. С вами была Татьяна Караханова. Берегите себя и своих близких. КОНЕЦ